С 19 по 28 апреля на территории Ростовской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Улица Хариковская в Новошахтинске – это федеральная трасса, и практически каждый третий автомобиль с тонировкой. Так водитель защищает салон от ярких солнечных лучей, но при этом ограничивает видимость. Сотрудники отдела ГИБДД обращают внимание только на машины, где тонированы ветровые и передние стекла. Но и здесь не всегда есть нарушения. По закону, светопропускание ветрового и переднего стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно быть не менее 70%. Проверяем. Нарушение. Водителю предлагают устранить его на месте, но от ответственности водитель не освобождается. Данное нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 500 рублей. Также предлагается устранить на месте. В случае невозможности устранения на месте водителю составляется требование об устранении данной неисправности. И дается время следования к месту жительства, либо к месту мастерской для устранения данной неисправности. В случае невыполнения требований прекращения вышеуказанных действий на гражданина составляется материал по статье 19.3. Лицо привлекается уже к административной ответственности в суде, где ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Тонирование стекол на автомобилях правилами дорожного движения допускается. Но надо же меру знать. Лучше, если водитель будет четко видеть дорогу впереди себя в любое время суток.